МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. В горячее время, холодной зимой, как справляются коммунальные службы с расчисткой дорог, говорили на еженедельном совещании главы Чуваши с правительством Республики. Коммунальная беда. Члены Народного фронта выясняли, по какой причине вышел из строя новый водопровод в селе Аликово. Не знаю броду, где в Чебоксарах можно безопасно окунуться в воду в хрещение. Как предсказывали синоптики, республику вновь накрыло циклоном сильные снегопады. Метели оккупировали Чувашию. Успевают ли коммунальщики вовремя расчищать дороги и дворы, сегодня обсудили на еженедельном правительственном совещании. Декабрь не радовал снегопадами и кажется, что январь решил наверстать упущенное. Хотя за окном минусовая температура, для коммунальных служб наступило самое горячее время. Работало на неделе около 250 единиц техники, в том числе около 100 единиц привлеченной. Нужно отметить здесь, что не хватает специализированной техники нашей компании «Дорекс». Необходимо, на наш взгляд, закупить еще около 30 единиц, это около 100 миллионов рублей, для того, чтобы своевременно и более качественно проводить работы. Но в целом оцениваем, что дороги общего пользования и второстепенные дороги убираются удовлетворительно. Одна из проблем также – это уборка дворовых территорий. На сегодняшний день нужно признать, что не хватает дворников, по нашей оценке это около 400 человек. Трактора в каждом районе около 20 штук работают. Не все еще мы оснастили спутниковой системой, но я думаю, что до 1 февраля эта работа завершим. Нужно отметить, что жители, хотя и требуют с нас сегодня своевременную уборку, тем не менее, сами этот процесс тоже не контролируют. По-прежнему актуальна проблема уборки внутренних дорог, но решить ее самостоятельно коммунальщики не успевают. Жителям многоквартирных домов тоже нужно присоединиться к уборке или хотя бы не препятствовать работе техники. Парковать машины на оборудованных дворовых или городских парковках, а владельцам гаражей загонять автомобили в боксы. Также автовладельцам следует убирать снег не только на месте стоянки, но и вокруг, либо нанять дворника. И с этой точки зрения мы должны быть всегда готовы, мы должны организовать работу, убедить, давать варианты. Кто готов платить, пускай оплачивают, если сами не хотят работать. Кто не готов, пожалуйста, значит, оплатите. Сами пускай берут лопаты. Сильный снегопад не обошел стороной и город-спутник. Проблема заснеженных дворов также характерна для Новочебоксарска. В пятницу, субботу, воскресенье, вчера, когда снег был, в общем-то, основное уделили заездам на территории, на квартирных домов. На сегодняшний момент считаю, что обстановка удовлетворительная. В Мариинско-Посадском районе метель оборвала линии электропередач, и несколько населенных пунктов остались без электричества. Первый случай это был в 8.30, в течение двух часов устранили, электроэнергию подали. А второй еще три населенных пункта в 10.40, и отработали. В 14.30 устранили все недостатки. Поэтому, слава богу, все это было в дневное время, в ночное время было сложнее, потому что надо выезжать именно в отдаленные места, где подстанции дневное время сработали. На первый план вышел вопрос о расчистке Чебоксарского аэродрома. По словам главы республики Михаила Игнатьева, только экстренные погодные условия могут препятствовать авиасообщения. Содержать взлетные полосы в рабочем состоянии – первоочередная задача руководства аэропорта. Екатерина Куприна, Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика. Обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и предварительные итоги работы промышленности и сельского хозяйства в прошлом году. По предварительным оценкам, индекс промышленного производства ожидается на уровне 96-97%. По словам министра экономического развития Владимира Аврелькина, имеющийся сегодня потенциал значительно выше, чем показываемые результаты. По данным Министерства экономического развития, традиционно хорошо работали в 2015 году предприятия электротехнического кластера, химической, пищевой и перерабатывающей отраслей. Наращивали темпы производства завод имени Чапаева, канажский завод автофургонов, шумерлинский завод спецавтомобилей и другие. В то же время есть предприятия, которые допустили снижение производства. В сложившихся условиях может заработать стратегия действий. Выигрышная стратегия сегодня является, это безусловно, и предприятия сегодня приступили к оптимизации расходов, повышению производительности труда, выстраивание долгосрочных отношений, самое главное, с партнерами, которые сегодня уже существуют. И наша задача стоит в адресной работе, как с нашими промышленными предприятиями, так и с их контрагентами. Что касается роста производства в наступившем году, то здесь республика рассчитывает на новые инвестиции в развитие производства калифосата, клинкерной плитки и композитных материалов. Другой адрес – город Канаж. Здесь, ориентируясь на программу импортозамещения автоагрегантный завод, начал производство запчастей, которые раньше поступали из Турции. Неплохо завершили 2015 год и сельские товаропроизводители. По предварительной оценке, объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году в действующих ценах составит 43,7 миллиардов рублей. Индекс производства сельхозпродукции – 106% к прошлому году. Для сравнения, по России прогнозируется 103%, в Приволжском федеральном округе – 102%. Увеличено производство всех основных видов продукции сельского хозяйства, за исключением яиц. По производству мяса, молока и овощей республика в числе ведущих в Приволжском федеральном округе. Валовый сбор картофеля в хозяйстве всех категорий составил более 700 тысяч тонн, или на 20,6% выше предыдущего года. В том числе в сельхозорганизации и КФХ, на долю которых приходится почти 30%, рост производства составил 35,7%, в хозяйствах населения – на 15,3%. Производство овощей в прошлом году увеличено на 4,7% и собрано 150,2 тысяч тонн. В 2016 году инвестиции с федерального бюджета ожидаются миллиард с небольшим. Сергей Артамонов отметил, что в минувшем году заработная плата сельчан выросла на 13%. Сейчас она составляет 14,5 тысяч рублей. Рост выше, чем в среднем по промышленности, почти в два раза. Но все же, подчеркнул глава Чувашии, это невысокая цифра и зарплату работникам сельского хозяйства. Необходимо повышать до среднереспубликанского уровня. В 2016 году будет продолжено развитие сельской инфраструктуры, строительство ФАПов, сельских школ и домов. Затронули на еженедельном совещании и тему работы в Чувашии системы высокоточного позиционирования на основе референсных станций. Она функционирует в республике с ноября 2014 года. Семь аппаратно-программных комплексов уже установлены в Чебоксарах, Козловке, Шумерле, Канаше, Алатаре, Батарево и Ядрине. Практически все направления, которые сегодня имеют место быть, это георизические, геологические съемки, казарственные работы, строительство, коммунальные хозяйства, слежение за деформациями, это лесное хозяйство. Система высокоточного позиционирования позволит достичь экономии во многих сферах. Например, при строительстве и эксплуатации ВСМ на территории Чувашия. Сейчас перед правительством республики стоит задача передать управление коммерческой структуре, которая будет обеспечивать бесперебойное функционирование информационных систем. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Более 80 частных домов села Аликово лишились воды. Хотя недавно в жилом микрорайоне были проведены новые трубы и оборудована водонапорная башня. Местные жители обратились со своей проблемой в региональное отделение Народного фронта. Сегодня его активисты проверили, насколько качественно подрядчики обустроили водопровод. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Только после появления водопровода жители этой улицы начали устанавливать у себя стиральные машины и душевые кабины. Но коммунальный рай продолжался недолго, полгода назад. Вода по трубам течь перестала. Кран открываем, воды нет. Чтобы пользоваться, из пластмассового ведра сделали умывальник. Вот, таскаем воду. Колонки на этой улице уже давно пришли в негодность. Многие теперь вынуждены ходить за водой на окраину села. Даже те, кто успел вырыть колодцы, у себя во дворе опасаются, что с наступлением морозов они останутся ни с чем. Перебои бывают. Перебои летом засыхает колодец. И это сейчас зимой тоже перебывает, потому что засыхает. Они не глубокие у нас. В верхний слой только это идет вода. Поэтому надеялись на трассу. Но многие жители колодцами пользуются бояться. Деревня Азамата и улица Светочная расположены в нескольких метрах. А кладбище качество грунтовых вод может не соответствовать норме. Улица Светочная – часть нового микрорайона на окраине Аликово. Водопровод и водонапорную башню здесь начали обустраивать только три года назад. Потратили более 13 миллионов рублей. Эти средства были выделены в рамках федеральной программы социального развития села. Но местные жители считают, что работы по прокладке труб подрядчики провели некачественно. Люди были неоднократно у главы Ефремова, пока никаких вопросов резонансных не решается. Ожидания были хорошие, но на самом деле вот эту воду народ так долго и не увидел. Из-за чего вышла из строя водонапорная башня, теперь будут разбираться активисты Народного фронта. В администрации муниципалитета им предоставили необходимые документы. Изучив их, специалисты сделали первые выводы, что насос, который выкачивал воду, работал не на полную мощность. Еще раз посмотреть геологические изыскания. То есть достаточно было сегодня вкладывать деньги в этот водопровод. Изыскания, которые использовались, представители, они с седьмого года. С седьмого года достаточно у нас изменений произошло, как и в погоде, и в климате. Поэтому думаем, что, наверное, достоверность вот этих геологических изысканий, она недостаточная. Итоги проверки в штабе ОНФ озвучат позже, после вмешательства активистов Народного фронта власти района. Все-таки приступили к ремонту башни. Местные чиновники обещают, что вода в домах у жителей появится в ближайшее время. Медрик Валев и Расиль Мухаммедов. Республика. Вопросы развития кооперации на селе глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил в ходе встречи с председателем Совета Чувашского Республиканского Союза потребительских обществ Валерием Павловым. Хлебозаводы, мясокомбинат, сеть ресторанов и кафе на встрече говорили о том, какие результаты принес 2015 год. В целом, производство Чувашпотребсоюза по сравнению с прошлым годом выросло. В каждом районе республики есть небольшой сегмент, который обеспечивает население товаром. По населению, по товарным услугам перебоев нет. По объему показателей мы вышли с 11 миллиардов до 100 миллионов рублей. По системе Чувашпотребсоюза. На встрече глава республики поинтересовался качеством и стоимостью продукции. Как отметил председатель Чувашпотребсоюза, именно их товары предпочитает население. Это самый главный показатель. Когда доверие покупателей есть, это доверие, оно существенно для всех нас, и это доверие мы должны только дальше зарабатывать. Православные сегодня отмечают крещение. В Чебоксарах верующие уже начали окунаться в прорубь. Но основной поток ожидается после полуночи. О том, где можно безопасно искупаться в столице Чувашии, Ольга Пырочкина. Купели в поселке Сосновка на левой стороне Волги и у стен Свято-Троицкого монастыря на правой. Вот два официальных, специально оборудованных для купания места в Чебоксарах. Уже сегодня ночью к купелям придут сотни верующих. Ну а пока здесь специальные службы и представители городской администрации. Нужно убедиться, что все безопасно. Требований много. В конструкции самих купелей и подходов к ним обязательно должны быть раздевалки и пункты обогрева. В этом году мы изготовили четыре купелей. Они установлены в соответствии необходимых требований безопасности. Имеют перила для подхода, для спуска имеются лестницы. Также боковина и основание изготовлены из прочного деревянного материала. Подходы к купелям в этом году изготовили из прочного деревянных досок. У мест купания с 18 часов 18 января до 22 часов 19 января будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели. Любая процедура, это стресс. Поэтому есть показания и противопоказания. У кого есть хроническое заболевание, там противопоказания, я бы не советовал. Категорически запрещается употреблять спиртные напитки. Вначале алкоголь расширяет, потом суживается и высокое давление, а тут есть последствия. Даже тем, кто купаться, поедет на личном транспорте до купели и придется прогуляться. А специалисты советуют одеться соответственно. Первыми купели опробовали моржи. Зайти в воду всегда страшно, в ледяную. Хоть ты будешь первый раз, хоть ты будешь в сотый раз. Всегда страшно. Всегда приходится себя преодолевать. Советы простые. Перед друзьями, перед товарищами не хвалиться, не похвалиться, не показывать свое «я». Спокойно, тихонечко, не спеша. В воду не прыгать, не нырять, тем более вниз головой. Заходить спокойно, для этого ступенечки сделаны. Те, кто ни силой духа, ни тела похвастаться не может, ищут пути полегче. Так в Петербурге перед празднованием крещения осветили главную водопроводную станцию. Такой подход одобряют далеко не все священнослужители. То, что многие говорят, что вся вода освещена, можно в любую прорубь купать, это неверно. А если бы так было, тогда и в ванной нельзя было бы купаться, и умываться нельзя было бы, все это в канализацию уходит. Был у нас такой не совсем правильный подход, и священнослужители, и в том числе они освещали бассейны. Это недопустимо. Верить в чудодейственные свойства освещенной воды или нет, каждый решает сам. Представители духовенства говорят, купание в Иордании в крещенскую ночь грехи не смоет. Верующий может просто прийти в церковь и помолиться. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. Журналисты Республики отметили дни российской и чувашской печати. В этом году это еще и круглая дата. 110 лет назад, 21 января, читатели увидели первый номер газеты «Хабар». Атмосфера праздника ощущается в здании филармонии прямо у парадного кода. Но даже в этот день в воздухе чувствуется та самая привычная для журналистов суета. Диктофоны записывают, камеры работают, ручки летают над блокнотами. Это студенты журфака ЧГУ готовятся к тому, что через несколько лет в этом зале, возможно, будут чествовать и их. Ну, вы с желанием учитесь, нет? С желанием, с огромным сосердием. С удовольствием. Журналистам надо родиться, не только учиться. Журналисту и правда нужно быть полным энергии и любопытством. Ребята с такими качествами уже с малых лет становятся настоящими корреспондентами. Как воспитанники, ТВ, театр, студии, куча мала. На счету малышей немало отснятых сюжетов. А значит, это по праву и их праздник. Поздравляю всех моих коллег с этим замечательным праздником. Желаю счастья, радости и всего самого наилучшего. Праздника! И я рассчитываю на молодое поколение. Они состоятся, настоящие профессиональные журналисты. Они умеют общаться. Они умеют и знают лучше использовать информационные технологии. Молодому поколению есть на кого равняться. В этом году газеты «Советская», «Чуваш» и «Аллатрские вести» и «Щендирю-Щюри» стали обладателями знака отличия «Золотой фонд прессы 2016-2 степени». Издательский дом «Грани» победил во всероссийском конкурсе СМИ «Спортивные регионы», «Спортивная Россия». Детские программы национального телевидения «Чувашия» признаны лучшими на фестивале детского телевидения России «Включайся». И, конечно, главная награда республики – ТЭФИ «Регион-2015» за документальный фильм «Отсюда к родному дому» Валентины Поливцевой, Андрея Спиридонова и Виталия Баева. Нашего коллегу, начальника службы телеоператоров НТРК Андрея Спиридонова, в этот день чествовали не только как обладателя «Орфея». Глава республики вручил ему почетный знак заслуженной работник культуры Чувашской республики. Не только молодым, всем и нам надо любить про свою работу и честно ее делать, эту работу. Просто стараться, чтобы работа всегда была еще интересной. Это, я думаю, зависит от нас самих, а не от наград или от возраста. Традиционно в День печати Союз журналистов Чувашии называет обладателей республиканских премий имени Семена Эльгера Николая Никольского и Леонида Ильина. Обладателем первой стал Леонид Никитин за совместный проект национального телевидения, ГТРК и газеты «Советская Чуваша» «Республика. Главная тема». Я даже не думал, что мне будет этот проект настолько интересен и настолько мне будет приятно. Вот возвращение на экран все-таки у меня довольно-таки большой разрыв получился в работе на экране. Я с 2004 года ведь на ГТРК не работаю. Потом у меня были аргументы и факты, и «Советская Чуваша». Я был главным редактором журнала «Чентра» концерна, тракторные заводы. То есть много всего. Но вот эти люди оказались все-таки самым приятным и дорогим, что у меня, оказывается, есть в жизни. Впереди еще много работы. Но мысль, что красной нитью шла через весь праздник, может унять беспокойство мастеров пера. Их дело есть кому продолжать. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаметов, Андрей Шоклев, «Республика». К новостям спорта. Чувашская спортсменка Татьяна Акимова примет участие в шестом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет с 21 по 24 января в итальянском Антхольце. Такое решение принял тренерский штаб сборной России. В минувшие выходные лучшие представители национальной сборной страны вновь разыграли Кубок главы Чувашии. Кстати, в этом году соревнования имеют статус второго этапа зимнего Гран-при России. Самые яркие представители российской королевы спорта вновь в Чувашии. Соревнования на Кубок главы Республики Михаила Игнатьева в легкоатлетическом календаре входят в число престижнейших стартов сезона. Я благодарен всем тем спортсменам, организаторам, руководителям спортивных делегаций, которые с уважением приехали к нам, они нам доверяют, мы создаем благоприятную среду. И вот эта позитивная, хорошая спортивная атмосфера подбадривает всех нас, всех спортсменов. И они, несмотря на определенные трудные течения, сложные течения в Мировой Федерации Булекой Атлетики, одержат соответствующие победы на разных чемпионатах, ну и вернутся призерами. Первую награду в копилку сборной Чувашии принесла Екатерина Ишова в беге на 3000 метров. Она стала второй. В этой же дистанции серебро завоевал Олег Ильин. Все же наибольшее внимание зрителей приковал к себе сектор для прыжков с шестом. Тут, как и в прошлом году, разыгралась борьба между представительницей Москвы и Чувашии Анжеликой Сидоровой и Ангелиной Красновой, выступающей за Иркутскую область. Если в прошлом году хозяйка соревнований уступила своей основной сопернице, то в этот раз золото на счету чемпионки Европы Анжелики Сидоровой. Ее результат 4,70. Слукавлю, если скажу, что не хочу выиграть на Олимпиаде. С другой стороны, я, конечно, смотрю объективно на свои возможности. Поэтому думаю, что в 2016 году, наверное, вряд ли это произойдет. Но мы приложим все усилия. Еще одну медаль, бронзовую, в зачет принимающей стороны внесла Евгения Смирнова. В секторе толкания ядра она показала результат 16 метров 86 сантиметров. Золото, два серебра и бронза. Так завершился для Чувашии 18-й по счету Кубок главы Республики по легкой атлетике и зимний Гран-при России. Таким был этот день глазами журналистов национальной телерадиокомпании. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!